Подобная концессия действует уже два года в Тюмени. Какие первые результаты мы уже можем назвать? Прежде всего надо говорить о стратегии сложения этой концессии и как мы на нее перешли. То есть долгие годы наши отношения с Тюмени водоканалом, то есть оператором систем водоснабжения и водоотведения трудно было назвать партнерскими. Ну то есть, грубо говоря, обычное отношение аренды, то есть эта аренда еще и, так сказать, уязвима с точки зрения возможного расторжения. То есть, соответственно, с точки зрения отраслевой эти арендные платежи уходят в бюджет, не оставаясь в отрасли. Нет правовладения, нет амортизации, то есть нет средств на воспроизводство этой системы. Ну то есть это как бы отношения вот такие, не в долгую, что называется, партнерство, а в короткую, текущего момента. И абсолютно не предусматривающие никакого инвестирования. Они абсолютно не стимулируют частного партнера к совершению каких бы то ни было инвестиций. То есть мы решили это изменить и войти в формат именно консессии с взаимными правами и обязанностями, с гарантиями как для ресурсоснабжающей организации и с гарантией возврата вложенного инвестиционного капитала. То есть, ну, собственно говоря, на работу в долгую и именно на партнерские отношения. Значит, что касается сутевых мероприятий, то мы предусмотрели перевод города Тюмени, возможность такую, на подземные источники водоснабжения. С чего мы исходили? Ну, у нас есть подземный водозабор, есть водозабор из реки Тура. Тура достаточно сложный, загрязненный, трансграничный водный объект. И то есть выше по течению большое антропогенное воздействие оказывается на реку. И то есть мы имеем нестабильное качество входной воды. То есть бывают залповые сбросы различных веществ. И, соответственно, мы должны страховать систему так, что уметь очищать, так сказать, любые неожиданные загрязнения. Тогда мы должны либо с избытком держать систему в напряжении, да, то есть, и когда вода более-менее чистая, избыточными мероприятиями ее чистить. Потому что система не может быть так перенастраиваться с точки зрения технологий, да, что сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье и так далее. Поэтому мы должны будем либо недоочищать воду, когда случаются какие-то чрезвычайные ситуации, что пагубно сказывается на потребителях, безусловно, да, и на качестве воды. И либо, как бы, нести излишние издержки. Поэтому понятно, что переход на подземные источники связан с тем, что вода там стабильного качества. И, соответственно, мы, понимая ее, настраиваем совершенно жестко конструкцию очистки, вот, подбирая наиболее эффективные мероприятия и гарантируем тем самым качество воды у потребителей. Но проблема заключалась в том, что вот этих подземных источников у Тюмени не было. То есть, многие годы делались попытки их найти, но никогда не доходили до логического они завершения. Поэтому первое, что было принято губернаторам, какое решение, это, собственно говоря, осуществить геологическое изучение возможных подземных источников для города Тюмени. Эти были выделены средства, такие изыскания были проведены, и были открыты месторождения подземной воды, которые достаточно для того, чтобы переводить систему водоснабжения на подземные источники. То есть, исходя из этого, была сложена конструкция, связанная с тем, что этот подземный источник можно использовать и, собственно говоря, обеспечить надежной, качественной водой тюменцев. Ну, кроме того, конечно, от реки и речного водозабора тоже отказываться нельзя, его можно всегда использовать как резервный, то есть, и можно, оценивая качество воды, использовать с точки зрения технологии очистки, да, и в каком-то там оперативном текущем режиме. Поэтому, вот прежде всего, все, что связано с развитием системы, было связано с тем, чтобы обеспечить совершенно 100% надежность и качество этой системы. Вторая часть, она была связана с развитием ливневой канализации. То есть, мы понимаем, что для Тюмени проблема существующей канализации есть, ее решали таким образом, что, собственно говоря, начали выделять средства и нанимать профессиональных участников процесса, которые умеют с помощью, в том числе, теледиагностики, мониторить состояние системы и осуществлять прочистку. То есть, у нас сейчас существующая канализация достаточно эффективно очищается, и это делается на системной основе. И поэтому вот так мы не всплываем, когда неожиданные ливни случаются. Вместе с тем, мы видим, что канализация ливневая разрушается, и требует где-то до ремонта, где-то до воспроизводства, и в конечном итоге город интенсивно развивается. И нужно тогда строить большое количество ливневых канализаций, соответственно, и очистных сооружений, для того, чтобы очищать, потому что неочищенные стоки сбрасывать ни в какие водные объекты законодательство не допускает. То есть, получается, что мы должны нести большие капитальные затраты на строительство отдельной ливневой канализации. И в то же время у нас есть хозбутовая канализация, которая тоже развивается. То есть, разостраивая тот или иной микрорайон, мы, получается, должны тянуть две трубы. Одну хозбутовую канализацию, а другую ливневую. То есть, фактически увеличат затраты в два раза. И очистные сооружения, то есть, они для разных стоков работ по-разному, тоже нужно удвоить капитальные затраты, так сказать, в связи с этим. И мы посмотрели, что если перейти принципиально на другую канализацию, единую и общесплавную. То есть, когда все стоки ливневые и, значит, хозбутовые попадают в единую, да, концентрация меняется, да, технология очистки меняется, так сказать, все это решаемые вещи, и то мы можем сэкономить на капитальных затратах и обеспечить эффективность системы с точки зрения управления. И, конечно, вот такое решение тоже было принято. Поэтому в рамках этого конституционного соглашения, то есть, вновь создаваемые системы элементы ливневой канализации, уже будут, так сказать, объединяться и будет функционировать единая общесплавная система. При этом технология очистки тоже принципиально изменится. Поэтому сейчас идут мероприятия, связанные с развитием системы, то есть, с прокладкой труб, и большое количество мероприятий идет, с формированием, значит, насосных станций, канализационных очистных, ну и в конечном итоге с переоборудованием всей системы очистки воды до сброса в водный объект. То есть, вот это принципиально такая важная вещь. Ну, а может быть, с течением времени, после того, как эти мероприятия будут, и уже единая общесплавная канализация заработает, то есть, мы будем рассматривать вопрос присоединения существующей ливневой канализации уже к новой модернизированной системе, чтобы получить и на том плече, так сказать, и на этом формате тоже такие эффекты. Ну и, собственно говоря, сложили отношения с Тюмень-Водоканалом, и сейчас видим, что это наш надежный партнер. То есть, все показатели деятельности, принципиальные, показывают большие эффекты, и не увеличивая объем поднимаемой воды, грубо говоря, на город, тем не менее, мы обеспечиваем развитие. Мы были первыми в стране, кто внедрил плату за развитие по системам водоснабжения, водоотведения. То есть, из чего мы исходили? Город активно развивается, и то есть, нужно в новые микрорайоны обеспечивать большое сетевое строительство. Соответственно, тот, кто оказался ближе, может быть, к системе, у него затраты окажутся меньше, что-то дальше гораздо больше. То есть, возникают неравномерные условия ведения, так сказать, деятельности по строительству домов. Ну и мы взяли выровняли, то есть, общесистемные мероприятия, которые позволяют синхронизировать планы развития ресурса с планами застройки. И эти общесистемные мероприятия взяли, обсчитали. И вот тут возникают эффекты, когда иногда люди говорят, а зачем вам частники, не проще ли все делать напрямую с бюджета и самим? И вот очень простой, но очень показательный пример. Мы взяли, посчитали все мероприятия, какие нужно сделать для того, чтобы в тех частях города, где сейчас микрорайоны, не картошку сажать, а, собственно говоря, прожевать и обеспечить туда строительство систем. И получилось на 9,5 миллиардов рублей. Это там коллектор глубокого заложения, кольцевой водовод и много-много других объектов. Дальше мы начали думать, что-то можно здесь соптимизировать с точки зрения технологических решений. И все эксперты пришли к мнению и на муниципальном уровне, и на региональном, что нет, это все нужные мероприятия, ничего не вычеркнешь. Потом посмотрели, можно что-то соптимизировать по деньгам, чтобы это было менее затратно. То есть нет, иначе нам не пройти экспертизу достоверной смертной стоимости, то есть есть базовые цены, значит, и все, вот некуда деваться. Значит, затем обратились к губернатору, нужно 9,5 миллиардов рублей на это все. Денег в бюджете таких нет. Тогда обратились, больше вроде как вариантов нет, к частному партнеру, сказали, вы потратите 9,5 миллиардов рублей, а мы вам в течение какого-то времени будем отдавать, определив там уровень доходности этих вложений. А они подумали, и уже как бы понимая, что они становятся частным нашим партнером по реализации мероприятий, буквально через месяц выдали совершенно другое решение. Сказали, вот эти мероприятия вообще не нужны, вот здесь нужно поставить перемычку, вот здесь поставить перекачку, условно, то есть оптимизировали мероприятие. Дальше сказали, вы считаете там базисно-индексным методом, из справочника цен для экспертизы, а мы ресурсным, то есть сколько стоят здесь и сейчас работы и материалы. А это на линейных объектах приводит к сокращению сдержек до трех раз. И даже при банковском заимствовании 9,5 миллиардов превратились в 2,7 миллиарда миллионов, это уже с банковским процентом, то есть с доходностью инвестированного капитала. И, конечно, мы пошли в эту историю, потому что когда мы эти 2,7 раскидали на объем застройки, получилось по воде 0,7% от стоимости жилья, это вклад в развитие системы водоснабжения, еще столько же в развитие канализации. Ну, так это абсолютно, ну, грубо говоря, лучшие условия для ведения строительного бизнеса. То есть и мы в конечном итоге эту логику, так сказать, распространяли на все ресурсы, и у нас присоединение к централизованным системам находится в 10% стоимости. Это, ну, отличные показатели для инвестиционной среды застройщиков. Поэтому у нас не возникло проблем, что нужно бегать за тех условиями, и все, что связано с планами застройки города, оно обеспечивается, соответственно, развитием систем ресурсообеспечения. То есть это вот принципиально важный подход, и он создает очень комфортную среду для хозяйства. Другие регионы знают о нашем примере? Ну, просто законодательство позволяло так сделать. Мы приняли региональное решение, снизили нагрузку по воде до 0,01 куба в час, что позволило, по сути дела, уходить вот в индивидуальную плату из трех компонентов. Плата за развитие, плата за строительство оставшегося кусочка сети до потребителя, и, собственно, оплата за врезку, которая совсем не дает практически никакого вклада. Мы просто были первыми, да, этот опыт вошел в каталог лучших региональных практик. Ну, и дальше тоже регионы его другие используют. Это, на самом деле, хорошая практика, но вот она показывает, что философия частного партнера совсем другая. Если их спросить, а почему же вы не воспользовались возможностью, и не стали тратить 9,5 миллиардов на все тоже? Они прекрасно понимают, каков ответ. То есть частный партнер вступает в отношения с публичным, с властью, а власть всегда сильная сторона отношений. И рано или поздно любой обман вскроется, и тогда мы просто позволим себе что-то не заплатить и каких-то инвестиций не вернуть. И у них нет никакого смысла закапывать собственные деньги, идти в банки кредитоваться для того, чтобы неэффективные мероприятия проводить, а потом рисковать не вернуть обратно вложенный капитал. Поэтому все работает совершенно в другой логике эффективно. То есть если кому-то проектировщику сказать, что нам нужно какую-то линию построить, сеть любую, с точки А в точку Б, он выберет, как это удобнее будет по геометрическому расположению. А ресурсник, он посмотрит, какие населенные пункты рядом, чтобы зацепить, ни мимо ни одного не пройдет, чтобы собрать как можно большее количество потребителей, потому что он заинтересован оказывать им услугу, ресурсоснабжение. То есть любая сетевая компания не заинтересована по природе своей, по философии зарабатывать на строительстве сетей. Она хочет зарабатывать на поставке ресурса. Вот это ее основная миссия. И когда мы эту философию складываем, то эффекты получатся совсем другие. Сейчас короткая реклама, а после поговорим о годификации в Тюменской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова